Приветствую вас, честно скажу, что я не согласен ни с одним из ответов на ваш вопрос. Лично мне кажется, что ответы неверные. Почему? Дело в том, что при приеме на работу, при приеме на какую-то должность, нужно понять, на что ориентирован человек? Ну, то есть вот сам по себе он на что ориентирован? Как таковой? Да? Что для него может быть важно? Ну, в большей степени, что для него важнее? Что для него, наоборот, может быть не так важно? Понимаете? Потому что ведь руководитель, руководитель, любой руководитель, он, значит, подбирает сотрудников себе таких, которые вот соответствовали бы ему, самому. А руководители, ну, лидеры, бывает в большом счете двух типов. Первый – это тот, кто ориентируется на отношения личные. То есть, ну, это тот, кто ориентируется на межличностные отношения между коллегами. Именно межличностные отношения. Тот, кого волнует, именно межличностные отношения внутри коллектива. А второй – это тот, кому важен результат. То есть, второй тип лидера, скажем так. Второй тип лидера – это тот, кому важен результат. И вот тонкость, тонкость вся в том, что вы, значит, делая выбор, выбор, он специально сделан таким, что, как бы, ну, нельзя выбрать правильно, нельзя выбрать так, чтобы все были довольны, да. Понимаете, о чем идет речь. Вот. Чтобы понять, на что вы ориентированы сами, вот, как бы, в своей модели поведения. На что и куда вы ориентированы. То есть, ориентированы ли вы, например, на, скажем, межличностные отношения. Это один человек. Одни качества. Одни плюсы и минусы. Либо вы ориентированы на достижение результата. Это другой человек. Другие качества. Другие плюсы и минусы. И в зависимости от того, чему предпочтение отдает руководитель, ну, сам директор, например, генеральный, в зависимости от этого вас либо примут на работу, либо нет. Да, я понимаю, что неприятно, когда вас так, можно сказать, проверяют, да, неприятно, когда вас так, можно сказать, наставляют делать выбор. Ну, и вам нужно стараться понять, что вы же, как бы, приходите работать. Вы же на работу приходите. Вот. И, соответственно, вам нужно что? Приносить пользу. В компании. В общем, тому месту, которое, ну, где вы собираетесь работать, где вы хотите работать. И человеку, человеку, который берет вас на работу, да, ему нужно понимать вообще, а чего от вас ожидать можно? Что вы, как бы, скрываете в себе, ну, вот, в своей личности? Какие сюрпризы там у вас есть или каких сюрпризов у вас нет? Понимаете, да, какая штука? Вот. Вот, поэтому вас так и проверяли. И здесь я, по-моему, могу согласиться с коллегами только в том, что действительно нет правильного ответа на этот вопрос. Именно вот правильного ответа действительно нет. Потому что любой абсолютно ответ, он, ну, в той или иной степени, он неправильный. И наоборот. Любой ответ правильный. То есть неправильного нет ответа. Но этот ответ, который вы дадите, он идеально охарактеризует вас. И вот он этот ответ охарактеризовал вас как человека, который готов больше внимания, больше сил, отдавать. Чему? Ну, правильно. Больше силы внимания отдавать личным отношениям между коллегами. И теперь, теперь ваш интервьюер знает, какая вы, знает, что вы из себя представляете, ну, чего от вас можно ожидать и, соответственно, исходя из этого уже будет решать. Нужны ли, ну, вот, в компании, куда вы устраиваетесь такие люди, как вы, например, с вашими вот ценностями, с вашими взглядами, с вашими идеалами или нет. И если такой человек, как вы, нужны, то вас примет. А если нет, если компании нужен, например, тот, кто будет решать задачи составленные только без, ну, без оглядки на личные отношения, то, соответственно, вас не примут. Вот и все. Вот и все. Поэтому я думаю, что таков именно смысл. чтобы проверить вашу, значит, ну, вашу ориентацию. Проверить ваше направленность, скажем так. Вот. И более того, никакого скрытого смысла, никаких правильных и неправильных ответов, значит, нету здесь. Вот. Верно ли я ответил, вы спрашиваете, верно ли я ответил. Неверно. А вот верного ответа нет. Ответили то, как считали нужно. О. И вы не предугадаете на самом деле, какой специалист нужен компании. А если и сможете предугадать вдруг, и сможете сказать то, что нужно, то опять же, вас выдаст что? Кто вас выдаст? Вас выдаст интонация, вас выдаст, ну, какая-то вот невербальная, значит, ну, невербальный признак вас выдаст и так далее. Знаете, какая штука будет? То есть тут я бы на вашем месте просто не сопротивлялся бы, да, и как бы отвечал вот по факту, что вот, ну, вот так вот, вот такая я вот. 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 Такой вот у меня, там, не знаю, склад характера на сцене. Вот. Либо, либо принимаете меня такой, либо, ну, не принимаете меня такой. Такой. И все. Как бы. Если вам, например, нужно на работу устроиться, такое бывает. Что опять же, опять же, куда практичнее и грамотнее было бы, если бы вы, значит, руководствовались тем, что лучше всего получается именно у вас. То есть я хочу сказать, что если у вас, например, ну, допустим, если у вас какие-то вещи получаются хорошо, да, вот, ну, какие-то там, я не знаю, ну, пусть это будут, то есть там, какие-то задания, да, вот что-то такое. Если у вас хорошо это получается, вот, значит, заниматься нужно именно этим, а не, там, тем, где вы, там, откровенно не тянете, например. Опять же, просто потому, что это не ваше место, либо вы будете профессионально выгорать, либо вас отсюда рано или поздно уволят, потому что не будет получаться то, что нужно. И, соответственно, отсюда разочарование будет какое-то, там, может быть, обиды какие-то, грусть, ну, что-то вот такое, вот, что-то в этом роде, что-то вот такое. Вот, ну, и в итоге, сами понимаете, кому это все надо, вот. На этом все, надеюсь, что помог вам, если вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, ну, все, желаю вам всего самого доброго и удачи, удачи вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!